А-а, стерео Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против российских властей. Это означает, что в ближайшее время Российская Федерация получит претензию артиста для ознакомления. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной организации АГОРА Павел Чиков. Суд идет! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу певца Стаса Михайлова против властей России на отказ судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов. Чудные дела, написал юрист. Стас Михайлов пожаловался на действия российских судов после того, как они отказались защищать его права на собственный образ. Шуравли летят в Виталий, только ты не улетай. Артист возмутился фильмом «Дублер», в котором актер Александр Рева сыграл человека, похожего на Михайлова. Певец посчитал, что образ героя Михаила Стасова запятнал его достоинство, а также личную деловую репутацию. В своей жалобе в ЕСПЧ Михайлов сообщил, что российские суды ознакомились лишь с трейлером фильма, отказавшись смотреть картину полностью. Артист пытался отсудить у создателя фильма 10 миллионов рублей еще в 2013 году. Год спустя он обратился в Европейский суд, который коммуницировал жалобу лишь на днях. Комедия «Дублер» вышла в прокат в 2013 году. В начале фильма указано, что все совпадения с реальными событиями и персонажами являются случайными. По сюжету артист Михаил Стасов борется с главным героем фильма Игорем Успенским за звание «Человек-года». Комедия «Человек-года»